Очень важный дисклеймер. Приветствую. Хоть я и люблю современных бейформеров, я не могу отрицать того факта, что и старые бейформеры тоже были крутыми, и по-своему ламповыми. Особо отличилась линейка по третьему фильму, которая дала нам кучу интересных и крутых фигурок в разных классах. Так давайте рассмотрим одну модель из той прекрасной линейки, а именно Айронхайда. По традиции небольшой экскурс по персонажу. В боеверсе Айронхайд представлен как старый суровый вояка, хорошо разбирающийся в оружии. Правда, как и прочие автоботы, был раскрыт слабо, так что давайте просто рассмотрим той лайн. Несмотря на то, что персонаж был только в первых трех фильмах, игрушек у него все равно было немало, и чтобы не затягивать обзор, посмотрим только на то, что выходило в рамках дотом. У нас было несколько легендсов, интересный, но спорный из-за своей фишки делюкс, рассматриваемый на обзоре Voyager, репейнт этого самого Voyager под около годин расцветку, крутейший лидер, у которого был даже перекрас, но в Generations, и он тоже был в около годин цветах. На этом с экскурсом все. Коробки у меня нет, но есть инструкция, и это просто буклетик с трансформацией фигурки, ничего большего. Идем дальше. И вот мы и подобрались к Робомоду. И начну также с откровения. Дизайн Bayverse Эронхайда является моим самым любимым дизайном данного персонажа во франшизе, ведь он выглядит как старый суровый воин, прошедший не через один десяток битв. Данная фигурка, как по мне, смогла передать данный образ. Робот выглядит мощно и солидно. Модель не пытается уходить в Screen Accurate, и благодаря этому выглядит самобытно. Этому еще способствует тот факт, что в нем использовали зеленый пластик. Благодаря его оттенку он не сильно выбивается из ЦГ, и придает фигурке шарма. Моим самым любимым элементом дизайна модели является его торс. То, как бампер образует грудь, и то, как это объединяет серый элемент, смотрится превосходно. Он выглядит как монолитная и крепкая броня. В качестве брони на спине выступают пластинки кибла и крыши машины. В принципе, это смотрится хорошо. Хэдскульпт вполне нормальный. Да, он немного всратый, но все же прикольный. Очень нравится эта морда. Краски на модели немного. В основном это металлик и красный цвет для фар. Нареканий к ней нет. Откровенно слабым элементом дизайна я считаю руки, потому что они выглядят как два обрубка, нужные только, чтобы повесить на них пушки. Руки прошлых фигурок Ренхайда и то лучше выглядели. Что ж, теперь переходим к сравнению по росту. Вот он с Дотом Газелом, Сидшед Свайпом и Мехтех Праймом. Да, Ренхайд не маленький такой робот. На данный момент это второй мой самый высокий Вояджер. По скиллу он к тому же Вояджеру Прайму не подойдет, но опять же меня это не смущает. С робомодом закончили. Из аксессуаров у нас есть только пушка с Мехтех гимиком. Выглядит как большая смертоносная базука. Ренхайду она очень подходит. Как я уже говорил, у пушки есть гимик. Нажимаем на клешню и дуло выходит вперед и прокручивается. Выглядит эффектно, но если вы планируете покупать эту фигурку БУ, то будьте с функцией максимально аккуратно, ведь при попытке за 100 переть механизм он может заблокироваться. Единственным способом привести пушку в изначальное состояние, это полностью разобрать волыну и пересобрать, что кстати не очень так уж и легко. Пушку можно дать Ренхайду в руки и повесить на предплечье. К слову, второй вариант смотрится лучше всего. Также пушку можно повесить на спину и на плечи, благодаря 5 мм портам. Главной проблемой комплектации является то, что пушка всего лишь одна. Неполноценно, когда смотрится Ренхайд с одной волыной. Да, вы можете сказать, что давать 2 пушки с гиммиками Вояджеру это слишком жирно, но кто говорил, что вторая пушка должна быть с гиммиком? У того же Ротфа было 2 бластера и только у одного был гиммик, а второй был без него. Ничего не помешало сделать с Дотумом то же самое. У меня даже появилась идея купить КО по Тишману только ради второй пушки, но если что, волына прайма на Аронхайде тоже смотрится неплохо. С комплектацией на этом все. Трансформация достаточно интересная, особенно приятный момент у него с Автоморфом. Правда, с руками можно запутаться, но спустя пару трансформаций с этим проблемы возникать не должно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова В качестве альтмода выступает GMC ТОП КИК ТРАК. И сразу скажу, что альтмод Аронхайда является одним из моих самых любимых в боеверсе. Это здоровая, массивная и даже по своему угрожающая машина. Как по мне, этот пикап подходит Аронхайду даже больше, чем буханка из G1. Благодаря тому, что машинка почти полностью черная, она выглядит строго, но по своему стильно. Краски на нем почти нет. Немного на бампере, линии по бокам и инсигния. Особенностью альтмода является то, что стекла сделаны из синего прозрачного пластика. Это не выбивается из общей ЦГ и добавляет фигурки шарма. Из кибла у машинки только вылезающие гольни снизу, но это не выглядит ужасно. Аксессуары можно закрепить в любые 5-мм порты. Из минусов могу отметить дыры в кузове. Также предупрежу, что если вы покупаете эту фигурку БУ, то будьте готовы, что соединения передних колес будут разболтаны. А теперь сравнение размеров. Вот он с Дотом Газлом, Сидж Сайт Свайпом и Мех Тех Праймом. Да, машинка не маленькая и из-за этого будет страдать скейл, но мне нормально. А теперь переходим к артикуляции. У нас есть шарнир в голове, хинж в плече, свивл в трицепсе, хинж и шарнир в локте, шарнир в кисти, хороший шпагат, нога не очень хорошо ходит вперед и хорошо назад, свивл в бедре, двойной хинж в колене, хинж и шарнир в стопе. Из мелкой артикуляции есть кибл на шарнирах. Подвижность у Оренхайда, ну, такая себе, честно говоря. А фейлиется она, по сути, из-за рук, которые нельзя вытянуть вперед. Понятное дело, позинг страдает, а слабые шарниры, которые не выдерживают веса пушки, не помогают вообще. И в этом плане он даже рот в Войджор проигрывает, у которого с руками было все нормально. А, ну и да, свивла в поясе нет, хотя на фоне рук это вообще незначительная проблема. Но за трещотки в бедрах спасибо. Какой же будет итог? Скажу так, это неплохая альтернатива редкой и дорогой студике. Если же рассматривать его в вакууме, то это спорная фигурка из-за особенностей инженерии. Лично мне она понравилась. Насчет покупки скажу так. Если вам лень искать оригинального студию сериас или вы найдете этого Оренхайда с фулл комплектом за 1000 или 1500 рублей, то взять можно. Но я бы лучше взял запакованный ротф за 2к на алике. А вообще лучше ДТКО студики от Байбэй. На этом все. Как всегда неиспользованный видеоряд вы найдете в ВК, а все апдейты по обзорам вы найдете в Телеграме. Всем пока.